Мы на месте. Мы приветствуем Лигу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает, она стоит, как в скаландре космонавта. У нее впереди молния, она расстегнута, то есть сверху не одета на голову. И на руках такие круглые штуки, как-то электричество на обоих руках. Скэнер, отключи эти подключки, сними этот скафандр с нее, этот костюм, выведи из нее эти круги на руках, а также все связанные с ними подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Выведи их из строя и выведи их из биополя. Как это все выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Так лучше, Лига? Намного он был тяжелый, а сейчас мне легко. Отлично, сейчас узнаем, кто это сделал. Даю команду на 4, скэнер сканирует пространство над головой Лиги, под ногами, 360 градусов вокруг нее, становится ее заложниками. 1, 2, 3, скэнер сканирует все 7 тонких тел Лиги, находит все. У нее рептилоид в Агре. Репти. Это их конструкция. Да, хорошо. И не дракон. Есть. Инкуб. Инкуб. Золотой джин. Золотой джин. Вот мы тебя и нашли. И бес. Хорошо, джин. Причина финансовых неудач. И бес. Почему ты это делал? Это неправда. Почему ты это... Наоборот. Деньги увеличились у нее. У нее растраты увеличились, они как сквозь пальцы проходят. Это твоя работа. Это наш договор. Она хотела повышение, она его получила. Но я выполнил желание, и я получаю свой процент. Свои энергии. Она просила тебя? У тебя есть какой-то контракт с ней? Она не тебя просила, а повышение? Это не подписанный контракт. Это запрос, ответ. Я услышал ее желание и выполнил. А оно к тебе было направлено, или оно было к абсолюту направлено? Это желание. Скажи-ка мне, джин. Какой у нас джин, Вера? Желание к абсолюту направляют касательно души. Матеряю. Финансовый вопрос. Да, это верно. Слышу я. Хорошо. Итак, какой у нас джин, Вера? 86-34. Довольно высокий. Хорошо. Какой у нас бес? 9. Чтобы закончить. Слова всех, кто просит денег у Творца, получит джина. Или синего, или золотого. Творец не занимается этим. У него нельзя просить деньги. У него можно просить только духовные какие-то богатства. То, что важно для души человека. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Через духовные богатства можно получить и материальные. Абсолютно верно. Но не наоборот. Но не наоборот. Это абсолютно верно сказано. Начинаем с реверса энергии. Вернее, с реверса. Даю команду тонкой копии Лиги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в ее биопуле. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько бес находился в этом биопуле? Пять месяцев. Считает он. Пять месяцев. Хорошо. В квартире присутствуешь? Да. Сколько золотой джинн находится в ее биопуле? Год и два месяца. Год и два. Сколько инкуб находится в этом биопуле? Пять лет. Это ты делала ее неаттрактивной для мужчин, что она не могла ни с кем познакомиться и завести отношения? Он себя показывает. У нее уже есть отношения. Ну, то тебе так кажется. Ты накинул на нее накидку? Да. Как она воздействовала-то, накидка? Как люди видели ее, мужчины? Кем она перед ней представила? Боялись, как огня. Хорошо. Лига. Дрога и независимый. Вот вам причина ваших неудач на любовном плане, скажем так, на плане отношений. Золотой джинн – это причина того, что деньги у вас из рук просто сквозь пальцы текли. Какой она синий дракон? 37. Семь. Двенадцать. Сколько ты находишься в этом биополе со своими платами? Три года восемь месяцев. Три года восемь месяцев. Хорошо. И рептилоид с Грэми. Сколько вы находитесь со своей конструкцией в биополе? Семь лет, но конструкция меньше. Сколько? Четыре года. Как эта конструкция на нее действовала? Ответственность. 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 Ее била током. Концентрируйся на ответственности. А зачем вам такое? Я не понимаю. Это что, эксперимент был? Энергии. А, она выделяла энергию, которую вы собирали потом в эти круги? За ответственность идет страх. Страх потери. Страх некомпетентности. И это все на вашей чистоте было сделано, да? Хорошо. Кто присутствует, кроме беса, еще в квартире? У Греев и рептилоид. Да, есть платы. Хорошо. Бес, джинн. Да. Дракона, спальня и сплата. Кроме инкуба все практически. Реверс закончился? Да. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лига забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Лига себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Все, что находится на ее чистоте, мощным потоком пошло назад. Что идет из скафандра и кругов? Грея, какая функция этих кругов на руках? Электрический разряд. То есть, вы ее били током и она получала страх? Страх потери, страх некомпетентности. Я немножко удивлен, что Грей этим занимается. В принципе, это было бы, скорее всего, интересно для джинна. Джинна, мы не говорим про материальные ценности. Мы говорим про социальный статус. А, понятно. И рабочее место. По социальному статусу били, понятно. По ответственности за это все. Хорошо, ждем окончания. Готово. Итак, реверс мы сделали. Начинаем с Беса. Бес, скажи мне, где Лярва находится в биополе Лиги? У меня на голове Лярва. Причем она как отросток идет. А кто у нас на голове сидел? От чего Лярва? Конструкция? Шлем? Вернее, вот этот, скафандр ее? У нее как поток мыслей туда уходит, в эту Лярву. Страхи. Как наросток у нее. Вот как. И какая-то часть головы? На голове сверху или сбоку где-то? Это чуть дальше виска, и она как киста. Хорошо, Бес. Хочешь забрать эту Лярву? Хочешь. Тогда выходи сначала, отключайся полностью. Расскажи, что ты куда поставил, как оно действовало. И потом доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он сапоги с ней снимает. Сапоги. Значит, ноги будут черные. И в сапогах там как мелкие камни высыпает. Переворачивает и высыпает. Нормально. Снял. Разрешайте забрать Лярву? Забирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Готово. Хорошо, Джин, но выходить не надо, Джин. Собирай всю свою пыль, все подключки, втягивай в себя. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, может сгореть по каналам в клетке. Все снял. Хорошо. Инкуб. Выходи. Снимай. Все, что ты оставил в биополе, отключайся полностью. Возвращайся назад. А какой у нас инкуб? Мачо или кто у нас там? Самурай? Нет, он красавец. А, он красавец. Он у себя показывал, что у нее есть уже мужчина. Красавец. С головы у нее сверху, крыто полностью, накидка. Инкуб, как она тебя ощущала ночью, когда она спала? Где ты был? На груди эта тяжесть была или как она ощущалась? Вокруг нее шевеление. Вокруг нее что? Привеление. Он ее как обнимает ночью. А, понятно. Хорошо. Если лига это испытывала, она знает причину теперь ответственного. Ты снял. Синий дракон. Выходи, снимай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся назад. Где твои платы? Он ей говорит, что этот инкуб я не хочу, но нас разлучает. Да, абсолютно верно, инкуб. Если ты со мной хочешь встретиться второй раз, попробуй зайти. Мы будем ее проверять. И тогда я тебя реально разлучу. Она слышала тебя. Хорошо. Дракон. Где там третий глаз? Нет, у него сердце и горло. Сердце и горло. Как она ощущала твое воздействие, синий дракон? Энергию она ощущала. Тяжелые и чужие, как металлические показывают. Хорошо. Лига. Вот вам еще один симптом. Неродные энергии. Неродные энергии, понятно. Все снял. Называется чужеродная. Грей, выходите, вытаскивайте, что я еще не вытащил. Есть что-то? Да, есть. Скэнер, просканируй, что они вытаскивают. В следующий раз выводи вместе с одними подключками. Что вы оставили в биополе еще? У меня как пластина идет. Спина, шея и затылок. А это зачем? Подключка идет к голове. Хорошо. Все сняли. Итак, все-все вытащили. Биас, золотой джинн, синий дракон. Сейчас я открою вам два портала. Лиги. Вы пойдете туда, соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю. После этого отпущу вас на вашу чистоту. Биас, ты один в квартире находишься, или есть демон, или черт. Один. Значит, тогда ты мне покажешь все порталы в этой квартире. После того, как все соберешь, я их закрою. И за это я тебе соберу весь негатив в квартире. Устраивает? Да. Открывается два портала в квартиру Лиги. Один, два, три. Золотой джинн и бес уходят в этот портал. Во второй портал уходит синий дракон. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готов. Инкуб, ты больше не придешь в это биополе, я уже сказал. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь рептилоид 2 Грея. 7 лет в биополе, 4 года стояла конструкция. Скафандр, круги, электричество било, пластина еще была вставлена. По ответственности били. Запираем Грея и рептилоида. Хорошо, мы сами уберем то, что они оставили. Отключки уничтожай. Отлично. Под скафандром, этими кругами и пластиной, под всеми артефактами, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готов. Хорошо, поехали дальше. Клетка у нас пустая, да, Вера? Да. Поехали по частотам. Переходим к закачке энергии и подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Лиги и какая частота вибрации. Триста семьдесят и двадцать пять. Триста семьдесят и двадцать пять. На счет ремакушку головы Лиги начинает поступать семь высокоэбрационных потоков по триста семьдесят процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до двадцати пяти герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, Лига. Мы закончили Вашу чистку. Как Вы чувствуете себя сейчас? Просто чувствую. Как будто какую-то планку я установила, и она ушла. Простоту энергии, их приятные вибрации и наполненность чувствую. Отлично. Сейчас будем возвращать Вас назад в Вашу систему Биороба Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Лиги в ее систему Биороба Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Хорошо, мы здесь закончили. У нас остался конь, кортис. Отключаемся от квартиры. На счет 3 ты переносишься к коню кортису. 1, 2, 3. Ты стоишь рядом с ним. Я почему-то в конюшню перенеслась, и я вижу его место, где он стоит. В конюшне есть черт. В конюшне есть черт. Хорошо, так, черт. Собирай все, что ты оставил в этой конюшне, быстренько, и уходи, пока я тебя не отправил сам. Собирай все, приходи, я тебе открою портал. Быстро. У него конь привязан за ногу. Аж ты паразит. Развязывай свою веревку. Убрал. Хорошо. Ты больше не придешь ни в эту конюшню, никуда. Я закрою сейчас все порталы здесь. Все понятно? Я спрашиваю тебе. Но он собрал только там, где конь со стойла. Вся остальная конюшня, я не вижу размера. Хорошо. У нас все остальные. Все, черт. Я тебя отпускаю, ты больше к этому коню никогда не приблизишься. Все понятно? Понял он, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Начинается, черта. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Ты Кортиса видишь? Да. Хорошо, Кортис, ты меня слышишь, понимаешь? Он как-то так лапы, ноги вперед ставит и вниз наклоняется. Да. В поклоне. Хорошо, приветствую тебя, Кортис. Мы пришли тебе помочь, почистить тебя. Ты не возражаешь? Он не возражает. Включай внутренний белый свет Кортису. Один, два, три. Ее этим светом выдавливает из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низкоабрационное, находящее в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, выдавливается и формируется перед ним шар. Готов шар. Как он выглядит? По размеру? Там шар как мяч и там красный и черный энергии он перенимает. С хозяйки? Ссадник. Ссадник, как назвать? Того, кто на нем сидит, он перенимает энергию. Но это хозяйка или это тот, кто его выгуливает каждый день? Это тот, кто на нем сидит. Хорошо, во всяком случае. Я вижу силуэт, и он принимает боль и эмоции черной и красной энергии через него проходят. Надеюсь, это речь о хозяйке, потому что я не знаю, может быть, на этой ферме есть еще и кто-то другой, кто ездит и принимает эту боль. Считай информацию, что это за силуэт. Это хозяйка, зеленый маячок, если нет, красный. Да. Хозяйка, хорошо. Кортис, мы почистили твою хозяйку, больше ничего не будет. Я же скинул шарвера. Нет, он висит. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И я даю команду... Он говорит, что она не хозяйка, она друг. Друг, конечно. На четыре макушку головы Кортиса начинает поступать необходимое количество ему энергии лошадей. Один, два, три. Пошли потоки. Наполняет его. Все необходимые ему цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Он говорит, что есть такая энергия, сила коня, дай мне ее. Открывая поток энергии, силы коня, и Кортис берет столько, сколько ему необходимо. Чистота вибрации Кортиса поднимается до комфортного ему уровня. Пошел подъем. Ему неудобно подкова на правой передней ноге. Правая передняя нога подкова неудобна. Мы передадим обязательно хозяйке, она позаботится об этом, чтобы она у тебя была удобная. Он ее чувствует, что-то с ней не так. Правая нога. Хорошо. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Кортис, мы тебя почистили, заправили энергиями. Как ты себя чувствуешь сейчас? Он чистый и полон сил. Он просит поставить ему купол в его стойле с фиолетовыми энергиями. Такой продвинутый конь у нас. Отлично, так и сделаем. На счетри устанавливается по всему периметру его стойла. Работает в автоматическом режиме. Он говорит, что лошади чувствуют и помнят своего создателя. Мы были созданы в помощь человеку. Сами мы мало что можем делать. Есть наши сородичи, которые отделились и одичали. Но в основном мы не можем ничего сами. Мы не можем заготавливать еду. Мы не можем ухаживать за своими ногами, за собой. Мыть себя и причесывать. Нам нужен человек, а мы нужны человеку. Абсолютно верно, Кортис. Человек очень ценит помощь лошадей в нашей жизни, во всей истории. Без вас не было бы вообще ничего возможного. Хорошо. Ты хочешь еще что-то передать своему другу Лиге? Может, у тебя есть желания какие-то? Они меняются энергиями, когда вместе. И поэтому ему нужны сильные чистые энергии. Хорошо. Мы передали эту информацию. Сейчас ты чистый. Твой друг тоже Лига чистая. Теперь у вас все будет нормально. Ты будешь чувствовать себя отлично. Стоило я твое защитил. Больше там ничего нет. Кивает. Отлично. Хорошо. Отключайся от Кортиса. И давай посмотрим сейчас конюшни порталы. Если ты их видишь, они подсвечиваются красным цветом. Поднимись над конюшней. Я не знаю размеры конюшни. То, что я вижу, это несколько точек. Сколько их? Пять. Хорошо. Под каждой из этих точек открывается портал в галактической ядру. Один, два, три. Все эти порталы, пять, уходят на переработку вместе с их фантомами. Закрываю печатаю, растворяю. Готово. Теперь можно быть спокойным, что все хорошо. Отключаемся от конюшни. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.